Здравствуйте, с вами мой влог. Ничего святого с Сергеем Понярковым. Я тот художник, который может обидеть каждого. Случайно посмотрел кусок единого марафона, год его не видел и понял сразу, чего там не хватает. Там чувствуется острая нехватка Андрея Пальчевского. Он бы там так органично вписывался, причем желательно, чтобы еще бэк-вокал ему там исполняло, чтобы подпевала Снежана Егорова. Как до сих пор там есть латынина и нет шалья, не понимаю. Вот там обязан быть пиховшик. Честно говоря, вот кто-кто, а пиховшик, это был бы просто лицо, лицо медийного марафона. Диана Панченко убежала с тоски вот туда, куда-то там вот эти в дебри Рашистской Федерации, просто потому что она расстроилась, что ее сразу же не позвали на единый марафон солировать. Есть вещи, которые, ну, очевидно, были бы органичны на едином марафоне. Единый марафон так копирует российское телевидение до такой степени. Нет, конечно, риторика там прямо противоположная, но восхваление лидера точно такое же. Смотрите, вылизывание Зеленского зада там такое же, как Путинского на российских каналах. Там, знаете, этот солнцезадый наш лидер современности и гений человечества облизан так. Знаете, я знаю, что, ну, как бы принято в определенных вот кругах вот этой вот журналистской халуятины своему фюреру вылизывать все, что торчит наружу, но такая постыдная демонстрация, да еще за наши деньги, тем более это нравится Зеленскому. Но почему за наши деньги, почему на частотах государственных вылизывают зад одного человека, который бесконтрольно вредит стране и при этом еще обижается на всех, кто критикует. Кстати, вот эти уже, ну, просто океанического масштаба потоки данных о воровстве, которое команда Зеленского чудит и обворовывает бюджет во время войны. То есть они всюнули свою вороватую лапу всюду. Но мне так интересно, когда они говорят, что, вот, дескать, по их мнению, Украина, вот украинцы не готовы к местному самоуправлению. И они очень хотят вот все бюджеты местных самоуправлений взять под свой контроль. Они говорят, ну, знаете, как бы идея самоуправления, конечно, хорошая. Ну, хорошая почему? Потому что скажут плохая, получат по шапке от европейцев публично. Говорят, ну, идея хорошая, но вот она, наши люди еще, наши люди еще не готовы. Поэтому они считают, что они должны контролировать все, а местные бюджеты ничего. Потому что если бы, если бы на выборах местной власти зеленые не пролетели бы, как фанера над Парижем, и вот в местных советах, они бы имели большинство, они бы чувствовали полную готовность местных властей к распределению бюджетных денег. Если бы случилось так, что они бы эти выборы выиграли, но местные выборы, они проиграли, которые были на следующий уже год после президентских и парламентских, вот эти местные выборы, они пролетели, как фанера над Парижем. Вы посмотрите, сколько зеленых, ну, допустим, в Киевраде. Да их там практически нет. Вот почему они считают, что киевляне, которые их прокатили в Киеве, мимо кассы, не готовы к местному самоуправлению. Кстати, что это за наглые спекуляции нашего зелебобика Солнцезадова по поводу того, что вот я уволю всех военкомов? А кто отменил электронные декларации? Ну, честно. Ну, давайте скажем честно, кто их отменил? Я понимаю, что Порошенко не Ландышмайский. Я понимаю, что он их ввел, потому что ему пинками Запад заставил это сделать, и Порошенко сделал. Ну, пришлось сделать, и то, что сделал, молодец. Но почему откровенное достижение попередников, тем более это же западные союзники, наши доноры сегодня сказали, что правильно сделал Порошенко, что он ввел вот это местное самоуправление, закон о местном самоуправлении. А эти решили забрать. То есть вы сначала избавили вот этих вороватых военкомов от необходимости давать электронные декларации, а потом говорите, что вот они какие-то не такие, что воруют много. Может быть, их главная вина, этих военкомов, что они с вами не делятся. То есть вы сейчас поставите других военкомов, да, которые будут обелечивать и приносить в кассу к вам? Подождите, ну это уже сколько раз было, и у меня претензия к Зеленскому. Почему он не сделал того, вот в чем упрекал, что не сделал Порошенко? Ну, Порошенко уже не посадил своих-трех друзей. Хорошо. Так пусть Зеленский отправит на фронт на передовую трех друзей Зеленского. Если Зеленский нам, ну, хоть в чем-то не соврал, мы увидим на передовой его друга Кашевого, например. Я уже не знаю, там он будет вместе с Пекаловым или нет, но пацаки, они в армии не служили до сих пор. То есть такого второго случая в армии послужить, ну, я не знаю, чего мы еще ждем. У нас, ну, такая оказия. Да, и вообще-то Зеленский, который, ну, абсолютно, возможно, правильно упрекал своих попередников, потому что предыдущие президенты перед Зеленским много чего наворотили, и тут Зеленский, я так понимаю, решил побить их рекорды. То есть он решил перенаворотить еще больше, причем не позитива, а чистых гадостей. У меня такое ощущение, что Зеленский вообще капсулирован Ермаком до такой степени, что искренне не понимает, вот что происходит реально в Украине. Вот поэтому он капсулирован как Путин. Он абсолютно отстранился от того, чем живут украинцы. Ему, я уверен, подают какую-то такую вот подслащенную картину, которую ему хочется видеть. Тем более, что на Западе эта подслащенная картина для Зеленского накрылась медным квартальным тазом. То есть после его истерики в Вильнюсе на саммите с ним просто перестали разговаривать взрослые люди. Они понимают, что мальчик истеричен, неначитан, глуп, и вообще общение с ним не дает никакого эффекта, потому что это же не он управляет страной, не он принимает вот эти вот решения. Нет, он, конечно, что-то подписывает, что-то одобряет, но он не поменялся вообще, он необучаемый. Его уровень – это возглавлять квартальную клоунаду. То есть управлять коллективом артистов, которые за деньги, собственно говоря, благодетеля своего канала дают качественный, вот этот вот юмористический, какого бы он ни был качества продукт, который собирает кассу, – это тот максимум, на который он способен. Но достигнув своего предела некомпетентности, он вредит стране настолько, что они ухитрились создать канал всеукраинский, где действительно без Пальчевского ну просто нечего делать. И это во время тяжелейшей войны – катастрофическое воровство и некомпетентность. Слава Богу, что наши союзники, помогая нам, защищают свои шкурные интересы, а не наши. Нам надо трезво это понимать. И огромное им спасибо. И наша задача после победы – выполнить ту самую функцию, которую мы прекрасно выполнили уже на двух Майданах. Мы любим и умеем это делать, поэтому увидимся обязательно после победы, мы знаем где и как. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, распространяйте по возможности влоги в соцсетях, а победа, друзья, неизбежна будет за нами. Потому что за каждым из нас не заржавеет.